Давно не записывали ничего по LPIC, наконец-таки дошли руки, у нас сегодня тема 173, не очень полезная с практической точки зрения, это локализация и интернационализация. Я долго думал, как перевести internationalization, потом посмотрел, оказывается, на русский язык переводится так же транслит, и поэтому есть целое определение. Суть в том, что мы учимся настраивать Ubuntu на работу в каких-то своих родных языках. Это, конечно, делать не очень полезно, потому что она корректнее всего будет работать в родном для нее английском, но, тем не менее, LPIC просит разобраться с переменами, которые отвечают за язык, с кодировками, и этим мы будем сегодня как раз и заниматься. Разобьем на две части. В первой части разберемся с переменами, которые отвечают за язык, и с кодировкой. У нас, значит, вообще тема 173 предполагает то, что мы можем настроить систему на работу с нужным языком, и для начала разбираемся как раз с нашими переменами. У нас, значит, есть основная переменная lang, переменная language, которая задает основной язык системы. Есть еще куча производных переменных, но по умолчанию они берут свои настройки как раз и переменной lang. Мы можем настроить отдельно какие-то переменные, но можем сдавать только одну переменную lang, и она будет давать значение всем остальным. Сейчас посмотрите это на практике. Есть у нас также lc, нижнее подчеркивание, all. Это переменная, которая позволяет нам разом перезаписать все языковые настройки. У нас есть команда локали, которая показывает у нас кучу переменных, которые у нас относятся как раз-таки к этим переменным языковым, переменным расположениям. То есть локали это как раз-таки место расположения, если дословно перевести. И мы сейчас их все посмотрим. И лпиковцы просят отдельно рассмотреть такое задание переменной, как lang равен c. Его часто используют в начале скриптов, точно так же, как если вы создаете веб-странички, или где-ли когда-то веб-странички, там наверху указываете кодировку, чтобы распознавать и передавать по различному символу. И точно так же в скриптах используется такое первое, ну в одной из первых строчек, lang равен c, который говорит о том, что у нас будет использоваться кодировка по умолчанию. При этом, по-моему, используется стандартная какая-то кодировка для английского языка, c, потому что используется язык программирования c в большинстве Unix-подобных операционных систем. Они написаны, в принципе, чаще всего на c. И, собственно, переменная вот эта вот lang равен c, заданная в скриптах, просто тупо включает английский язык. То есть, если у вас вдруг есть какие-то в вашем родном языке символы, которые пересекаются системными, например, буква с русская, буква с английская, может как-то тут косячить, если вы где-нибудь что-нибудь набрали неправильно, вы это все можете почистить вот этой lang равен c. Но я не пишу скрипты, поэтому я много умничать на эту тему не буду. Дел тут, на самом деле, немного, быстренько разберемся. Значит, у нас, напомню, есть такая команда nv, выводит нам переменные среди, environment variables. И тут, в частности, есть у нас переменная, которая отвечает за языковые настройки. Можно ее вот так вот листанием найти, если я не сойду раньше с ума, а можно было через греб передать ее и найти как раз-таки сразу переменную lang. Ну, вот она у нас есть, language, у нас есть переменная, en равен us, и вот она, en, вот, корректно, это язык системы у нас, а это у нас все языковые настройки, вокали, en, нижнее подчеркание, es, в кодировке UTF-8. Про кодировку еще проговорим. Значит, en, нижнее подчеркание, es, говорит о том, что у нас используется американский, английский язык, вот тут может быть еще en, gb, великобританский, может быть, русский язык, великобританский язык, как я сказал. Можем, например, посмотреть все переменные, которые относятся к вот этим вот локалям, настойкам расположения. И видите, у нас написано то, что lang у нас en, us, language у нас тоже en, us. Сейчас я посмотрю разницу между этим, этой переменной и этой переменной, я вам скажу. И все остальные переменные, которые у нас здесь есть. В частности, я не помню, что я там указывал в настройках, но я вижу то, что у меня, видите, числовые переменные. Русский ставят ru.ru. Время тоже ставят русское. И кое-что тоже ставят русское. Значит, если мы захотим с вами взять и поменять какую-то определенную переменную, например, поменять lc time. Мы можем, прям как обычно, мы сдавали с вами переменные, мы это делали раньше. Мы пишем lc, нижнее подчеркивание, time, равен. И, допустим, сейчас ставят русский en, us, вернем. us.utf-8. То есть мы вот задали переменную, и теперь нам нужно ее загрузить. Для того, чтобы ее загрузить, у нас есть команда export. Export lc time. После чего снова выводим в локале. И видим то, что lc time стал у нас en, us. Если мы хотим все перезаписать, мы можем сказать lc, нижнее подчеркивание, all. Равен, например, все хотим делать русским. ru, нижнее подчеркивание, ru.utf-8. Пробуем. Проверяем теперь export. Ну, в смысле, загружаем переменную export. lc, нижнее подчеркивание, all. И выводим переменные. И видим то, что все стало русским. Мне вот интересно, если мы какую-нибудь ерунду напишем. lc all равен 1, 2, 3. vtf-8. Отлично. Нет такой локали. То есть он видит, у него есть настройки в сети, где хранятся значения переменной. Среди он посмотрел, там нет у него такого файла или директории. 1, 2, 3, vtf-8. То есть он смотрит, и с чем-то сопоставляет lc all. Прекрасно. Для того, чтобы вернуть все в прежние значения, можем сказать unset lc, нижнее подчеркивание, all. Локали. И мы видим то, что все вернулось на тот момент, который у нас был задан при сновке системы. То есть где-то английский, где-то русский. Вот такие переменные среды. Вот я сейчас быстренько нагуглил и увидел то, что переменная lc, в смысле переменная lng, у нас используется для всего того, чего не было установлено отдельно вот этими переменными. А переменная language у нас именно для настроек языковых теми программами, которые используют графическую оболочку. То есть в основном language у нас для них. Они опираются на значение переменной language и, исходя из этого, дают свой интерфейс. А так, из всех вот этих вот интересных переменных, например, lc-monitory, она отвечает за денежные единицы и за порядок отображения денежных единиц. Тут куча различных переменных. Я вам, наверное, брошу сейчас ссылочку на то, что вот эти переменные значат. Хотя это, в принципе, и так понятно. Видите, когда мы сдавали lc all, у нас здесь записано. Была переменная lc all. И она перезаписала все остальные. Потом, когда я сделал unset lc all, то есть стер ее значение, вот здесь у меня снова пусто стало. И все предыдущие переменные приняли снова свое значение. Теперь слайдик по кодировке. Это же все немножко как бы устаревшие знания, которые нам сегодня не часто пригождаются. И я вообще не представляю, для чего нам они могут передавиться в Linux. Например, у него, видите, есть утилица icon, в которой меняют кодировку из одной в другую. Нужно сказать, что такое кодировка. Кодировка – это когда мы представляем какие-то символы графические в виде какой-то последовательности других символов. То есть в компьютерах у нас все кодируется при помощи нулей и единиц. Компьютеры не понимают по другому информацию. Поэтому все эти графические красивые символы, такие амперсанты, доллары, решетки, задаются в виде последовательности ноликов и единичек. И способ задания вот этих графических элементов при помощи ноликов и единичек – это и есть кодировка. Есть разница между кодировками, в частности, в количестве битов, которыми можно передать один символ. Но это вы можете спокойно в Википедии прочитать, что такое кодировка. Есть 32-битные, 64-битные, 8-битные кодировки. И они между собой немножко отличаются. Однобитные, например, потихонечку уже уходят в прошлое. Значит, основные кодировки ASCII – это такая базовая кодировка. Она появилась, не помню, по-моему, уже лет, ну не 100, но лет 70 назад. Это кодировка для основных 128 символов. Это в основном текст. ISO 8859 – это несколько кодовых страниц, я не помню, кто ли 15, кто ли 17, для основных латинских языков. Причем тут помещается уже побольше символов. И между всеми этими кодировками есть, так скажем, взаимная совместимость, что ли. То есть, например, какие-нибудь буквы немецкой умляут, она будет одинаково кодироваться одной и той же последовательностью символов в различных языках. Потому что для нее везде оставлено место. Далее, есть отдельно кириллические кодировки, кириллические символы. Есть, допустим, COE 8R такая популярная, Windows 1251 тоже. Это набор символов, в которых отображаются кириллицы. Нужно сказать, что если у вас есть, допустим, какой-то текст закодированный, допустим, в ISO 8859, и вы его переведете в Windows 1251, то появятся закорючки. Потому что у вас такой кодировки, таких символов может быть не быть в том наборе кодировок и так далее. Но при этом у нас есть символы Unicode. Unicode придумали, я уже не помню, когда. Он видит почти все языки, почти все символы. Один из вариантов кодировки Unicode – UTF-8. И, по идее, все то, что закодировано в UTF-8, будет нормально просматриваться во всех системах, на всех языках, на всех вообще разновидностях операционных систем, если используется кодировка UTF-8. Тут хороший вопрос, зачем использовать все остальные кодировки, если до сих пор используется UTF-8. Ну, во-первых, в UTF-8 у нас может текст, допустим, набранной кириллицей занимать намного больше места, чем тот же самый текст кодировки Windows 1251 и подобные случаи. И все равно у нас уже огромное количество различных документов в интернете набрано старыми версиями кодировок, поэтому исторически у нас где-то сохранился такой переход с использованием старых кодировок. Ну, это такое большое теоретическое исследование, вам проще будет самим его почитать, чем я буду вам голову забивать. Я вам просто хотел еще показать, я пока этим всем занимался на Хабре, нашел хорошую картинку вот такую, рассказывают они, как переводить из какой кодировки в какую, то есть просто смотря на экран и понимая, что вы там видите, вы можете так переводить. Ссылка у вас есть на слайде, я ее вам брошу еще в описании к видео. От себя могу добавить только то, что я всеми этими кодировками, если у меня вдруг возникают проблемы, я ввожусь в NoPad++ в своем родном, он очень просто позволяет мне кодировать, транслировать из одной кодировки в другую, если я вдруг вижу какие-то закорючки, мне там это просто сделать. То есть в Linux в командной строке менять кодировку файла, но это какое-то уже совершенное извращение, я не знаю, какие вы там документы собираетесь скачивать и смотреть, но Elpik просит это делать. Значит, у нас есть команда Iconv, которая занимается кодировкой и допустим через ключ-лист можем посмотреть все доступные кодировки, которые у нас есть. Их вы здесь видите большое количество, достаточно вот они все эти кодировки, кодировки, кодировки. Запоминать их само собой не нужно. И вообще на это уже сейчас, мне кажется, в 2015 году и в грядущем 2016 обращать особого внимания не нужно. Тем не менее, у нас есть с вами файл etc.fs.tab. Почему-то рекомендуют на нем показывать. Вот он, этот файл etc.fs.tab. У него по умолчанию используется кодировка Unicode, то есть у TF8 его видно практически везде. Мы можем взять, например, и поменять ему кодировку, сказать Iconv, формат UTF8, это мы указываем текущий формат документа. Потом мы указываем минус t, во что его транслировать. As i, допустим, etc.fs.tab. Нужно Enter. Iconv у нас сама по себе содержимое файла не меняет, то есть она просто считывает его содержимое и выводит его на стандартный вывод, в данном случае в командную строку. Если мы хотим куда-то в другое место вывести, мы можем указать минус o ключ и как output, и указать в какой файл вывести содержимое файла уже в новой кодировке. Сильно размытое получилась первая часть, потому что здесь нужно очень много разговаривать и понимать, что такое кодировка и что такое локали и как их менять. Но у нас с вами все-таки теоретическое занятие. Я вам показал использование основных команд и так очертил вам. Тут лучше заняться самообразованием и почитать, потому что очень много придется рассказывать про кодировки, их отличия, как они одна в другую перекидываются, где у нас 7-битные, где появляется 8-бит, и как из-за этого 8-бита появляются конфликты между разными кодировками. В общем-то, я думаю, если будут у вас какие-то вопросы возникать, просто задавайте их в комментах на YouTube, я вам буду там же в комментах отвечать и бросать ссылки.